всем привет едем в карантиновый день показать вам окрестности орландо какие у нас дороги наполненные в кавычках сидят ли люди по домам и так далее и тому подобное гуляют ли что сейчас у нас происходит на дорогах выехали вот специально в 11 часов сейчас посмотрим на улице покажем сейчас вам как выглядит город орландо под колпаком карантина безумного вот этого самоизоляции так называемые выбрали специально посмотрите вот время 11 часов не раннее утро и не поздний вечер обычно в это время когда город жил в своем обычном режиме это было уже busy дороги были заняты и торговые центры были наполнены магазины также в принципе вот мы видим довольно таки смотрите 5 машин стоит на левый поворот тоже прилично но это нужно понимать мы сейчас выезжаем из наших комьюнити впереди вы видите пабликс это магазин который находится в двух минутах от нас мы всегда в него ходим обратите внимание горит красный свет если кто не знает но америка мы можем поворачивать направо при красном свете естественно останавливаем сначала люди гуляют женой обычно гуляем с юлей вот вечерком всегда вечером и никого не встречаем ну максимум может одного человека а днем если выходим то очень много людей настолько много чтобы понимали что в обычном режиме когда мы живем столько людей не гуляет зато посмотрите кайф какой ездить до нас или всегда любим ездить когда мало народу обычно такое бывает либо рано либо поздно а днем очень очень редко работы тем не менее по улучшению благоустройства города никогда не прекращаются у нас сейчас им удобно комьюнити все делают свои работы у нас комьюнити ремонт идет уже вот парк классный слева вы можете увидеть здесь может быть даже лошадок сейчас увидим а может и нет мы пару раз гуляли там даже отмечали дни рождения друзей люди умудряются в такую жару и бегать даже вот очень много людей кто бегает справа вы видите вот куда идет мешочком с музыкой скажу откровенно я раньше какое-то время ездил на велосипеде тренажерный зал но опираешь очень быстро как бы не мазался одеваться в майке не в майке а футболки у нас жарко но я люблю красоту первое что мы с юлей заметили когда перебрались в америку это вот небо нет такого неба в россии разве что где-то в глубоких деревнях в том городе где мы жили было всегда-всегда грязное пасмурное такое потому что выбросы ему столетия пессимистическое небо скачьи да а здесь мы как будто попали в мультсериал наш любимый вот дорога кто не знал мы живем прям в пару метрах можно сказать от парков любим ходить в парке до у нас универсал полутора годовой пропуск на семью мы периодически ходим так вечерком прогуляться вместо аэробики или покататься на горках любим сейчас закрыта на не знаю на месяца на три но пока вроде бы перестали снимать оплату за это у нас помесячная оплата вроде бы сейчас не снимают интересно напишите в комментариях были ли вы когда-нибудь в орландо в парках развлечений или вы были где-нибудь других диснейлендах а кто был к примеру в разных городах в разных странах даже напишите если отличие где вам больше понравилось интересно тоже почитать будет отзывы нам нравилась горка шамбала испании порта вентура нам там самая большая горка и сожалению такое нет у нас здесь но нам обещали в двадцатом году вообще-то в девятнадцатом обещали но как всегда везде видать бюджет не уложились и горку которую построят она будет больше выше чем шамбала мы ждем с очень большими терпениями трепетом потому что я помню насколько дикий животный ужас обуял меня когда мы первый раз на ней катались юля еще захотела прям чтобы сидели впереди перед нами никого не было было очень страшно нереально страшно сейчас мы покажем вам улицы которые соприкасаются с парком ну чтобы понимали парк это такой огромный мини-город да сейчас это универсал дисней он в другом районе находится где-то в 30 минутах езды вот комьюнити под сдачу находится рядом с универсал я думаю здесь всегда как горячие пирожки раскупают под аренду ну и здесь вот то что вы сейчас видите это самые дорогие отели потому что они находятся может быть даже и принадлежат универсал хард-рок отель он вообще находится по моему непосредственно в самом парке да здесь в парке находятся четыре отеля таких здоровых ты знаешь примерно цены ты мне говорила как-то но не очень дорогой но дорог до в районе 400 долларов за ночи за обычный месяц да вот вы видите закрыты все повороты в парке это хард-рок отель не работает вот тоже дорогой отель слева тоже закрыт охрана сидит они такие красивые конечно но не пятизвездочные это четырехзвездочные отели все но выглядят как эти звездочные ну и стоят наверное как нигде это пятизвездочные смотрите вообще просто реально зомби лэнд волкин дед никого ничего мы едем сейчас по дороге которая ведет в самый крупный в орландо торговый комплекс магазин да где именно туристы собираются ну и так как никого нет красный мы все равно поворачиваем направо у нас сейчас очень сильно перестраивают дороги настолько сильно что мы сначала не понимали что к чему то есть видите вот этого буквально там год назад еще не было точно навигатор мой в лексусе не справляется уже с или налог перед кладкой маршрутов некоторые он уже просто даже не видит придется перешивать мозги но что интересно я узнал почему так происходит катя у меня есть ученица на наша знакомая девочка работает инженером и работает в прокладке железных железнодорожных путей и здесь до в орландо и она знает как что где почему устроена и она мне рассказывала рассказала почему происходят такие крупные расширения дорог мы-то думали улучшение все как бы для нас а на самом деле оказалось это не больше полос будет полос будет меньше на самом деле бесплатных а две полосы слева друзья это уже все в двадцатом году должны были запустить но как всегда не хватило денег будут ездить только автомобили беспилотники и траки в общем кто перевозками занимается тоже будет полностью беспилотники это очень очень круто очень много интересного рассказали есть город во флориде я не вспомню название но там живут одни пенсионеры он очень очень такой небольшой и что интересно там уже целиком и полностью все перестроено вот вот эти автомобили они уже ездят то есть весь город находится в режиме тестирования самая большая проблема оказывается в данном вопросе это что датчики камеры не могут отличить кто перебегает дорогу животное или человек к примеру и вот это сейчас вызывает больше всего затруднений потому что очень важно чтобы искусственный интеллект который вводит автомобиль четко отличал где животное где человек вы понимаете для чего чтобы в экстренной ситуации всегда выбор безопасности делался в пользу человека знаете ли вы что-нибудь о внедрении таких технологий я слышал что в москве по моему даже рамблер такси пыталась водить закупили там чуть ли не 500 автомобилей и они сейчас где-то стоят беспилотники 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 потому что как всегда во первых разметки в россии но не хватит дороги не все предусмотрены обустроены именно под это движение ну или люди наверное не готовы ведь илон мастер кто смотрел рассказывал еще несколько лет назад что ему нужно всего лишь два года чтобы полностью всю америку перевести на беспилотный режим но причина единственная причина это правительство которое не разрешало но сейчас вы видите все нашли общий язык договорились между собой и скоро вот флорида будет одним из первых штатов который будет не просто там вводить там единичный до основная масса вот грузоперевозок будет проводиться внутри штата без пилотников такси много чего здесь давно уже ремонт а еще вот интересный факт который узнали оказывается больше всего аварий на железных дорогах это в поезда сбивают бомжей тоже вот человеческий фактор как вы видите он всегда все равно присутствует дорогу вот эту тоже уже очень много и долго расширяют уже несколько лет что здесь строится непонятно то ее поднимают опускают разветвление очень много мост посмотрите впереди сейчас построили его не было раньше новый мост так вот потихонечку едем подъезжаем мы к этому крупному магазину остается минут пять и вы посмотрите сразу скажу что было понятно как и на любом огромном каком-то крупном торговом центре спортивном сооружении парковка очень огромная и мы когда ездили мы никогда не могли найти место чтобы припарковаться мы становились на газон здесь в америке если не написано что нельзя заезжать на газон то везде можешь заехать ни разу нас не эвакуировали там ничего сейчас посмотрим как это выглядит когда это всего пусто я думаю что это выглядит очень-очень удручающе пугающе даже наверное для многих для большинства хотя вот торговые магазины до которые продают стройматериалки вообще не закрывались как и продовольственные у нас штатах по крайней мере во флориде у нас наверное кроме аптек продовольственных да и вот этих магазинов все было закрыто даже заправки закрыты но чтобы вы понимали здесь не заправляться не заправляться можно но на каждом в америке заправки зарабатывают не с продажи бензина именно вот с магазинчиков таких на которые находятся внутри этой заправки так они все закрыты а так он даже стоят вот таких магазинчиках это не знаю они должны быть закрыты нет может сами владельцы вот мы поворачиваем на наш магазин и впереди в принципе уже видно что там мертвая зона интересно не перекрыли ли въезд на площадку если перекрыли то плохо вы не увидите вот примеру панера бред всегда оживленный ни одной машины нет ну и вот здесь завтра очень хотя вот удивительно вижу слева едет какой-то кто-то едет на машине и тоже хочет туда повернуть так пустота пустота тоже наверно туристы ездят смотрят ну вот перед вами магазин огромный он реально очень огромный за один день его можно даже и не обойти если во все магазины заходить как мы видим вообще ничего никого только стоят пару машин наверное из-за служащего персонала скорее всего охрана здесь все все забито обычно со всех сторон парковка тишина и покой до флорида но 25 вижу полицейский стоит на всякий случай как всегда приехали ради интереса во флориду молл такой большой торговый центр вот посмотрите на парковке сейчас все закрыто абсолютно никого нет просто волкин дед ходячие мертвецы зомби лэнд как хотите так и называйте в общем только вот полицейская машина там вдалеке стоит вдалеке машина только полицейская и наша больше никого нет все закрыто будем надеяться что скоро все потихонечку откроется вот едем вдоль флорида молл никого абсолютно интересно сейчас сквозь витрины будет что нибудь видно вот центральный вход один из да один из да один из дед теоретий здесь вот здесь все так что у нас этиоретий стоит все закрыто даже представляете вот здесь двери открыты И вот кто-то что-то загружает или загружает. Чуть-чуть есть машин, но это работники. Да, это чисто рабочие. Больше здесь просто некому делать нечего. Ой, кошки. Кошка? Две черные. Ну вот, ушла, убежала. Вот же другая. А, котейка. Кс-кс-кс. Кири-кири-кири. Жгорочка. Два кошка здесь. А вот-вот-вот. Вот еще одна. Живность даже присутствует. И вот здесь видно, что... Да, масштаб. Пустота. И Чапаев. А вот в Таркете, кстати, народу много. Потому что продукты можно купить. Да. И не только. Он открыт. Он открыт. И здесь тоже на этой плазе, в принципе, работает только продуктовый. Все остальное закрыто. Ну, кстати, вот на этой плазе знаем, что вот это место, здесь 50 тысяч скверфит. Вот они его все никак не сдадут. Оно так и стоит. И еще, видимо, еще долго будет стоять пустое. Все остальные площади, в принципе, сданы. А здесь вот был магазин для толстых. Да, для толстых. Но рядом с тренажерным залом что-то, видимо, не пошло. Поэтому тоже они съехали. А еще здесь русский магазин. Мы вот как раз сейчас задумаемся. Green Hills называется. Ну, как бы вроде International, но вроде как и русский. По-моему, единственный именно в Орландо оставшийся. Есть еще в Кисиме, есть в Интерпарке русские магазинчики. Но вот этот самый большой называется Green Hills. Вот так называется магазин Green Hills. Супермаркет. Здесь в основном продукты. Казанчик. Казанчик. Обратите внимание на казанчик. На размер. Казана. Казана, как правильно говорить. 139 долларов стоит. Малютка. На очень большую семью. Класс. Класс. Мы раньше такую не покупали? Да, попробуем. Хотели вот снять как еще на International Drive сейчас. Конечно, все закрыто, но машин все равно много. И так же идут дорожные работы. Но зато нет туристов. Да. Вообще никто не гуляет. Ну да. Раньше здесь гуляли туристы прям толпами. Такая пешеходная улица. Самая оживленная, наверное, оживленнее, чем в Даунтауне. Кстати, а в Даунтаун-то мы и не заехали. Да, надо будет заехать. Вот, посмотрите, сколько машин. Много уже проехало. Вот такой вот у нас карантин. Ну, не забывайте, мы сейчас стоим на улице такой обводной, коммунальной. Индустриальной. Индустриальной, да. Поэтому нужно понимать, здесь ездят все и кто на работу, и кто везет какие-то товары, продукцию. Ну, а мы будем заканчивать свой репортаж на сегодня. Всем пока! Музыка. 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 Музыка.